Митрополит Челябинский Мияский Алексий совершил освящение купола и креста для строящегося храма в честь Табынской иконы Божьей Матери. Торжеству предшествовала литургия преждеосвященных даров. С подробностями наши коллеги. На территории храма Табынской иконы Божьей Матери правящего архиерея встречают казаки станицы Смулеозерной, 2-го Верхнеуральского отдела Оренбургского войскового казачьего общества. Табынский образ Пресвятой Богородицы казаки почитают издавна. Поэтому в небольшой церкви возле лесного кладбища они стали активными прихожанами. Песня. 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 В храме Табынской иконы Божьей Матери митрополит Челябинский Эмиаский Алексий совершает литургию преждеосвященных даров. В Великий пост она обычно собирает верующих в среду и пятницу. Но в этот вторник случай особый – память преподобной Марии Египетской. Икона святой лежит на аналои в центре храма. Свет Христов просвещает всех. Песнопение литургии преждеосвященных даров исполняет архиерейский квартет. Песнопение литургии. В праздник Успения Пресвятой Богородицы владыка Алексий освящал здесь закладной крест. На его месте за несколько месяцев поставили сруб. В деревянном храме прихожане встречаются с праздника Рождества Христова. До этого собирались во временном храме-вагоне. В нем было холодно в мороз и душно в жаркую погоду. Не все пожилые прихожанки могли выдержать спартанские условия. Теперь молящихся на службах заметно прибавилось, чему очень рад настоятель иерей Стефан Кокшаров. Сейчас основное строительство храма – это люди. Это приход крепкий, приход верующих людей, молящихся. Тогда Господь все подаст, все в его руках. Главная святыня прихода – редкий образ августовской иконы Пресвятой Богородицы. По преданию, она была написана после явления Матери Божией в 1914 году на Западном фронте над Августовским лесом Восточной Польши. После чудесного видения русские войска одержали победу. Сразу после литургии владыка Алексей осветил купол и крест, которые украсят Табынский храм. И вновь еще одна святыня громко заявит о себе, что в нашем городе все-таки духовная жизнь, она продолжается, она имеется, и она по милости Божией и по нашим с вами трудами, она, конечно же, будет развиваться. В нашем городе много храмов не хватает. В нашем городе, наверное, еще 50 или 40 храмов не хватает. Но вот один из них уже практически построен, и это внушает надежду, оптимизм и радость. После освящения верующие смогли приложиться к Большому кресту. В планах прихода построить каменный храм с колокольней. Также есть идея открыть воскресную школу для детей и взрослых. Продолжение следует...